Доброе утро, уважаемые коллеги! Я работаю в лаборатории молекулярной биологии и цитогенетики Российского научного центра рентгенорадиологии. У нас накоплен довольно большой опыт молекулярно-генетического обследования больных раком молочной железы для выявления у них наследственного характера заболевания. И на сегодняшний день уже обследовано около 5000 больных раком молочной железы. Сегодня хотелось бы рассмотреть несколько клинических случаев. Пациентка 86-го года рождения обратилась в наш центр в декабре 2015 года. Диагностирован инфильтративно-протоковый рак правой молочной железы стадии Т1Н0М0, трижды негативный молекулярный подтип опухоли. Семейный анамнис отягощен. У матери пациентки был диагностирован рак молочной железы в возрасте 35 лет. И у четырех родных сестер матери также диагностирован рак молочной железы в возрасте до 50 лет. Как вы думаете, можно ли считать, что у пациентки наследственный рак молочной железы? Начинаем голосование. Да, это... Включите, пожалуйста, голосование. Сходи, Влад, пожалуйста. Включите голосование, пожалуйста. Да, мы считаем, что это наследственный рак или данных все-таки недостаточны и необходимо проведение молекулярно-генетического исследования. Спасибо. Спасибо. Давайте тогда пропустим этот вопрос, чтобы не терять время. Да, необходимо проведение молекулярно-генетического исследования, так как наследственный рак характеризуется наличием мутаций в генах, вовлеченных в процесс репарации, регуляцию клеточного цикла, апоптос, дифференцировку клеток, то есть отвечающих за поддержание стабильности генома. На сегодняшний день известна и изучена, по крайней мере, часть генов, ассоциированных с повышенным риском рака молочной железы, которые можно поделить на три группы по риску возникновения заболеваний при наличии в них повреждений. Высокопенетрантные гены, которых характеризуются низкой частотой мутантного аллеля в популяции меньше 0,1% и повышением риска развития заболевания в 5-10 раз при наличии в них мутаций. Среднепенетрантные гены, характеризующиеся частотой мутантного аллеля в популяции от 0,1% до 2% и повышением риска развития заболевания в 2-5 раз. И низкопенетрантные гены, которые характеризуются довольно высокой частотой мутантного аллеля в популяции больше 2% и относительно низким риском развития заболевания. К высокопенетрантным, как известно, относятся Берси-1, Берси-2, а также другие гены. И среднепенетрантные АТМ, ПАУП-2, БРЕП-1 и другие. Учитывая наличие у пациентки клинических признаков наследственного заболевания, а именно молодого возраста манифестации 29 лет, онкологически отягощенного семейного анамнеза, а также трижды негативного молекулярного по типу опухоли, ей было проведено ДНК-тестирование для выявления у нее распространенных популяций мутаций методом ПЦР в реальном времени. В данном случае использовались стандартные панели фирмы ДНК-технологии, которые позволяют выявить 8 мутаций в генах Берси-1 и 2 и 3 мутаций в гене ЧЕГ-2. В результате проведенного исследования мутации не было выявлено. Как Вы считаете, что мы должны делать дальше? Начинаем голосование. Включите, пожалуйста, голосование. Мы должны сообщить пациенту об отсутствии наследственного характера заболевания или проведенного исследования недостаточно для заключения об отсутствии наследственного характера заболевания. Да, совершенно верно. Проведенного исследования недостаточно. И наши данные, полученные при обследовании 308 пациентов больных раком молочной железы с клиническими признаками наследственного заболевания, это подтверждают, так как выявлена высокая частота редких мутаций в генах Берси-1 и Берси-2, которая составила 13,3%. Для сравнения, частота распространенных мутаций, входящих в стандартные диагностические панели в этой же группе высокого риска, составила около 14%. То есть метод НЖС позволил выявить еще такой же процент пациентов с редкими мутациями. Также показан широкий спектр выявленных вариантов. Выявлено 34 различных патогенных мутаций в данных генах, что говорит о необходимости секвенирования всей кодирующей части данных генов. Пациентке было проведено исследование всей кодирующей части генов Берси-1 и Берси-2 и была выявлена редкая патогенная мутация в гене Берси-1. Как вы считаете, какую тактику хирургического лечения нужно выбрать в этом случае? Нужно провести органосохраняющую операцию или провести мастектомию и профилактическую мастектомию контролатеральной молочной железы. Да, действительно, нужно провести мастектомию и профилактическую мастектомию контролатеральной молочной железы. Что поможет снизить риск развития второго рака молочной железы на 90-100%, то есть практически исключить его. У пациентки была проведена подкожная радикальная мастектомия правой молочной железы и профилактическая мастектомия левой молочной железы с одномоментной пластикой большой грудной мышцы. Как вы думаете, у кого из близких пациентки стоит проверить наличие выявленной мутации в гене Берси-1? У всех кровных родственников, у родителей, у мужа или не стоит проверять ни у кого? Да, правильно, нужно проверить наличие данной мутации у всех кровных родственников. Но так как по линии матери, по которой были зафиксированы случаи заболеваний, видимо передавалась мутация, уже проверять некого. Но у пациентки есть здоровая сестра родная, то данная мутация была выявлена как раз у нее. Что следует предпринять в отношении здоровых носителей данной мутации? Не нужно сообщать о результатах исследования, сообщить и направить на консультацию генетику или рекомендовать проведение профилактической мастектомии. Да, действительно, нужно сообщить и направить на консультацию генетику. Почему-то не переключаются слайды. Генетик же в свою очередь должен рекомендовать провести пациентке ряд диагностических мероприятий и обследовать кровных родственников по достижениям возраста 18 лет. Для возможного у них выявления той же самой мутации и оценки риска развития заболевания. Следующий клинический случай. Пациентка 1986 года рождения обратилась в наш центр в феврале 2018 года. У нее диагностированы инфильтративные дольковые рак правой молочной железы Т4ДН3М0 и доброкачественное образование левой молочной железы фиброаденома. Она проходила лечение с февраля по октябрь 2018 года, которое включало также радикальную мастектомию. Семейный анамнез у пациентки отягощен по линии отца у тети рак яичников, который диагностирован в возрасте до 50 лет, и по линии матери у тети рак молочной железы также в возрасте до 50 лет. Учитывая наличие у пациентки клинических признаков наследственного заболевания, ей было проведено ДНК-тестирование методом ПЦР и была выявлена распространена в популяции мутация 470 ТНС в гене ЧЕГ-2. Как Вы считаете, нужно ли проводить пациентке дополнительное молекулярно-генетическое исследование? Нет, мы можем считать данную мутацию фактором, предопределяющим развитие рака молочной железы, или необходимо продолжить поиск мутации в других генах предрасположенности, в первую очередь Берси-1 и Берси-2. Да, действительно нужно продолжить поиск мутаций в других генах. Так как относительно варианта 470 ТНС в гене ЧЕГ-2 существуют различные данные, одни зарубежные исследования показывают небольшое повышение частоты возникновения риска заболевания при наличии данного варианта в 1,4-1,6 раз. Другие вообще опровергают связь данного варианта с повышением риска развития заболевания. Наше исследование показало высокую частоту данного варианта как в группе больных раком молочной железы, так и у пациентов с доброкачественными заболеваниями молочной железы, и статистически значимых различий между частотами в двух группах не было найдено. Ранее проведенные исследования в Москве и Башкортостане также показали аналогичные данные с высокой частотой данного варианта у больных раком молочной железы и у здоровых доноров, и также показали отсутствие значимых различий между частотой в двух группах. Также наши данные показали, что у 80% больных раком молочной железы, носителей данной мутации, были выявлены также другие генетические варианты. В 55% случаев это были патогенные мутации генок Берси-1, Берси-2, ЧЕК-2 и ФАНК-С, и в 45% случаев это варианты с неизвестным клиническим значением. То есть у 80% пациентов развитие заболевания может быть связано совсем с другой мутацией, а не с мутацией 470-ТНС. Таким образом, наши исследования и другие проведенные в России исследования говорят о вероятном отсутствии связи между наличием данной мутации у пациента и риском развития заболевания. Поэтому у пациентки была проанализирована вся кодирующая часть гена Берси-1 и Берси-2 и выявлена редкая мутация в гене Берси-2. Что мы должны делать дальше? Проводить профилактическую мастэктомию, профилактическую сальпинговареоктомию или и то и другое. Это было бы так, если бы пациентка была чуть старше. Да, носителям мутации в генах Берси-1 и Берси-2 рекомендовано проведение как мастэктомии, так и профилактической сальпинговареоктомии, но начиная с возраста 35 лет. Поэтому в данный момент пациентке было рекомендовано провести только профилактическую мастэктомию. Если операцию по какой-либо причине невозможно сделать, то необходим постоянный мониторинг, наблюдение онкомомолога и онкогинеколога с выполнением необходимых диагностических процедур, которые должны выполняться не реже двух раз в год. В марте 2019 года пациентке была проведена профилактическая операция и в удаленном молочной железе был выявлен очаг высокодифференцированного протокового рака ин-ситу. То есть профилактическая операция была проведена своевременно и удалось удалить опухоль на начальной стадии. Пациентка 69 года рождения обратилась в наш центр в 2013 году. Диагностирован инфильтративный протоковый рак левой молочной железы Т2Н0М0, трижды негативный молекулярный по типу опухоли. Семейная она не отягощена. Пациентке было проведено комплексное лечение, которое включало и мастоктомию. Скажите, пожалуйста, нужно ли проводить пациентке молекулярно-генетическое исследование герминальных мутаций? Катеринская лечитый? Катеринская лечитый? Да, действительно, нужно, так как пациентка молодая, ей 44 года, и имеет трижды негативный молекулярный потип опухоли. Исследование методом ПЦР не выявило никаких мутаций, поэтому пациентке сначала была проанализирована вся кодирующая область генов Берси-1 и Берси-2 методом НЖС, и также не были выявлены мутации. И затем, при отсутствии мутации на наличие клинических признаков наследственного заболевания, было выполнено секвенирование кодирующих областей 94 генов предрасположенности к онкологическим заболеваниям. И данное исследование позволило нам выявить патогенную мутацию в гене БЛМ, приводящую к образованию нефункционального белка. Как Вы считаете, какова должна быть дальнейшая тактика лечения пациентки? Да, большинство проголосовало за проведение профилактической мастектомии и сальпанговой оректомии. Однако, к сожалению, только для носителей мутации в генах Берси-1 и Берси-2 разработаны рекомендации по лечению пациентов, а для носителей других мутаций рекомендовано только контрольные обследования и проведение диагностических мероприятий. Пациентке было назначено контрольное обследование один раз в 6 месяцев. Первые два года она посещала врача вовремя и проводила все диагностические обследования, а потом полтора года она не появлялась и обратилась в центр только уже в октябре 2016 года с жалобой на увеличенный подмышечный лимфоузел слева. Был диагностирован инфильтративный дольковый рак правой молочной железы Т2Н1М0 и дальше пациентка проходила лечение. Хотелось бы сказать, что учитывая такие случаи пациентов с мутациями отличными от генов Берси-1 и Берси-2, необходимо назначать этим пациентам более частые обследования, по крайней мере два раза в год, для того, чтобы не пропустить начало развития заболевания и удалить опухоль на ранних стадиях развития. Спасибо за внимание.